Всем привет. Меня зовут Дмитрий Швенков. Я руковожу командой разработки email. Мы разрабатываем сервисы на Python и Go. Сегодня я хочу рассказать вам об одном из наших сервисов. Это сервис рассылки пуш-уведомлений. Ему несколько лет. Он достаточно зрелый сервис, нагруженный. И я хотел бы рассказать именно о сложностях, с которыми мы столкнулись при его разработке. Будет немного кода на Go. И самое интересное будут метрики из продакшн. Из нашего, из живого. Все как по-настоящему. Я думаю, все, кто пришел на конференцию, все понимают, что такое пуш-уведомления. У всех есть мобильные приложения. Всем приходят такие маленькие всплывашки. Зачем они нужны? Они нужны для того, чтобы привлечь наше внимание. Для того, чтобы сказать нам что-то важное. И без уведомлений приложение будет не такое полезное для нас. Конечно, у нас в мейле очень много мобильных приложений. Всем им нужно отправлять пуш-уведомления. И у них есть определенные особенности. Вот эти особенности, несколько типов. Я выделил на слайде. Одна из них это приложение почта. У почты очень большой трафик. Много писем получают наши пользователи. И каждая нотификация, она уникальна. Пришло письмо, отправили пуш. Параллельно с таким большим трафиком нотификаций, почтовым, всем понимаем, что почта это огромный сервис, необходимо рассылать новостные пуши. Наша редакция пару раз в сутки отправляет горячую новость всем нашим мобильным приложениям, новостным. И это нужно сделать одновременно. Нельзя останавливать почтовую рассылку. И в то же время нужно быстро разослать все новости. Существует менее частый кейс. Это рассылка по тегам. Когда нам нужно взять всю нашу базу, выбрать небольшой сегмент. И этому сегменту тоже отправить пуш. Ну и еще один частый кейс это гороскопы. Он уникален тем, что необходимо заранее сформировать пользователю гороскоп и сделать это для каждого часового пояса. И по мере наступления события делать рассылку. Все вот эти кейсы необходимо собрать вместе и написать сервис, который бы все бы их обеспечивал. И все уведомления уходили быстро и одно на другое не влияло. Здесь на слайде я привел график. Это количество пуш-уведомлений в сутки в нашем мобильном сервисе. Вернее в нашем сервисе. И здесь представлены две платформы. Это Android, синенький график и iOS. Как вы видите, их достаточно много, почти миллиард. И хочу обратить ваше внимание, что это еще не все платформы. У нас существуют более мелкие платформы. Ну в общем это не так важно. Весь этот трафик обеспечивает всего лишь 8 серверов в нашем продакшн. Конечно же у нас не такая простая архитектура. И я бы сегодня не хотел на ней сильно останавливаться. Да, мы используем Tarantul. Раньше мы использовали Python. И если говорить про архитектуру, то у нас есть тут несколько статей на Хабре. Это наш корпоративный блог. Кому интересно, можете почитать, либо можем обсудить в кулуарах. А сегодня я бы прям хотел перейти на конкретные кейсы. Что же у нас было в нашем продакшн. Скажите, а есть питанисты в зале? Вот, как ни странно, есть. В общем, у нас был Python. И не то, чтобы он совсем плохо справлялся с нагрузкой. Нет, он работал. Все было хорошо. Но наступил момент, когда на наших серверах цепью лоу стал больше 70%. Мы стали задумываться, что-то надо делать. Надо или там добавить серверов. В принципе, самый простой вариант. Либо подумать в сторону переписать. И улучшить либо наш Python код, либо перейти на что-то другое. Но это не самая плохая, не самая сложная проблема. Сам проект не стоял на месте. Он развивался. И не так давно компания Apple опубликовала новый протокол для идентификации. Он основывался на HTTP 2. И, как ни странно, в Python со HTTP 2 все плохо. Есть одна библиотека. Мы ее попробовали. Скорость не устроила. А поддержке асинхронных фреймворков до сих пор все не очень хорошо. Тем не менее, нам требовалось именно этот новый протокол. Требовалось на него перейти. По факту двух таких важных фич. Во-первых, это payload размером 4 килобайта. Мы пытаемся уместить в нотификацию как можно больше информации. И для того, чтобы пользователю было понятно сразу, он ее получил. То есть можно ее сбросить, либо запустить приложение. И также вторая фича – это возможность скрывать нотификации. Например, вам пришло письмо, получили пуш, а прочитали само письмо там где-то дома с компьютера. И все, этот пуш вам не нужен, он засоряет экран, его необходимо спрятать. Другая боль – это отправка HTTPS запросов в сервисы Google для того, чтобы отправить нотификацию в Android. Как мы знаем, HTTPS – это нагрузка на CPU достаточно большая. Это CPU-паунт-задача. А с такими задачами в Python тоже не очень все хорошо. Нужно параллелить нагрузку по ядрам процессорным. И в Python есть JIL. И иногда это не так легко сделать, как кажется. Ну и финальным камнем преткновения стали пуши для веб-браузера Chrome. Google выпустил саму возможность этих пушей. В браузер по умолчанию приходил сам факт нотификации. А для того, чтобы отправить какие-то данные, необходимо зашифровать payload. Делать это нужно при помощи специальных угловых библиотек. На слайде ссылка указывает на эту спецификацию. И поначалу были только библиотека для Node.js и для Go. И можно сказать, что мы не просто так решили переписать наш сервис, а требования к самому сервису заставили нас перейти на что-то другое. Текущие инструменты нас попросту не устроили. Не только по производительности, но и по другим причинам. Итак, мы решили посмотреть в сторону Go. То есть почему же Go? Ну, в Go прямо из коробки есть поддержка HTTP2. В Go была библиотека для web push encryption. В Go нет проблем с GIL. Go масштабируется по CPU, по всем ядрам. Ну и у нас очень много сетевого кода. В Go это удобно делать. В общем, в Go все хорошо. Для того, чтобы начать программировать на Go, много не требуется. Если вы умеете программировать на каком-то языке, можно почитать GoTour, GoBlog, немного посмотреть эффекты в Go статьи. И уже можно писать достаточно серьезные программы. Также у нас есть свой курс от Mail.ru. Его автор Вася Романов. Он сегодня уступает. Кто не знает, welcome. С чего мы начали свою разработку на Go? Конечно же, очень страшно начинать переписывать весь сервис. Мы сначала попробовали написать такую штуку. Она называется Tarantul Proxy. У нас был старый Tarantul 1.5. Там были проблемы в нем, что, вернее, как не в нем, а у нас, что мы данные не пошардели. А в этот Tarantul уже ходили определенные почтовые сервисы. И, в общем, надо было как-то перейти на новый Tarantul. Мы вот написали такую прокси. Она притворялась Tarantul 1.5. Сама все запросы шардила по кластеру с 1.6 Tarantul. Получала от них ответ. И ответ выдавала тоже в формате 1.5. Код этой прокси есть на GitHub. Мы ее выкатили. Ну, естественно, там были какие-то отладочные моменты. В общем, нам все понравилось. Мы пошли дальше. Мы стали переходить на Go в нашей команде. Хочу обратить ваше внимание на вот этот документ. GoCodeReviewComments. Это не жесткие требования по разработке кода. Но там есть очень много классных моментов. Нам они, в принципе, нравятся. Мы им следуем. В общем, очень классный документ. Конечно же, мы использовали GoFMT, GoLint. Сказали, что у нас больше не будет глобальных переменных в коде. И, наверное, одна из сложностей, которая у нас возникла, это то, как называть пакеты переменные функции. Она актуальна. Это проблема и по сей день. Почему-то после Python вот это, ну, не знаю, немного сложнее делать. Скажите, а кто делает код-ревью? Достаточно много людей. Это классно на самом деле. Наш опыт с код-ревью, мы именно вот в этом проекте, когда его начали переписывать, стали полноценно применять код-ревью. Хочу, может быть, те, кто не делает это, порекомендовать несколько ссылок. Во-первых, это книжка, читаемый код или программирование как искусство. И пару статей. Одна от HeadHunter, вторая от разработчика Яндекс. В общем, это классные статьи. Нам нравится код-ревью. Всем рекомендую. Как же мы делали переход на Go в своем сервисе? Во-первых, никто нам не даст замораживать разработку. То есть сервис живой, в нем появляются новые фичи, меняются протоколы. И мы не можем сказать нашим менеджерам, что вот, ребята, мы тут полгода решили попрограммировать, поэтому с фичами пока подождите. Мы тут, в общем, переходим на Go. Такого нам никто не разрешал делать. Также нельзя останавливать живой сервис. То есть у нас есть уже большой трафик, почта, новости. В общем, без пушей никто жить не хочет. И здесь нам очень сильно помогла наша архитектура. Мы используем очереди сообщений. И, в общем, наверное, 90% кода нашего в продакшн – это очередь. И много в ней сообщений разного типа. И на каждый тип есть обработчик. Я вот здесь символично так изобразил эту очередь. То есть в ней есть Python-разработчики, ой, Python-обработчики. И мы начали их по одному заменять. То есть брать обработчик, переписывать его на Go и запускать в продакшн. У нас одновременно был и Python, и Go в продакшн, и все хорошо. И так мы сначала переписали самые нагруженные части нашего сервиса, а потом постепенно полностью перешли на Go. У нас осталась только, наверное, одна админка. Хотелось бы рассказать о некоторых моментах при переходе. Например, это обработка JSON. Ввиду того, что Python сам по себе язык такой как бы лаконичный, динамичный, в нем нет строгой типизации, наверное, вот это тоже влияет и на само мышление, когда программируешь. Например, у нас есть JSON, и эти JSON все такие тоже динамичные. В них нет строгой какой-то структуры. И если на Python вы пишете обработку таких JSON, просто ставим tryaccept.krror, там внутри возникает исключение, и мы все обрабатываем. Код клевый, красивый. Если обработать подобный код на Go, то получается немного не так как бы красиво, более длинно, возможно. То есть мы десерилизуем наш JSON в пустой интерфейс, а дальше просто приведением типом обращаемся. Я здесь убрал еще обработку ошибок. В целом это медленный код на Go. То есть лучше же, конечно, использовать кодогенерацию или парсить JSON структуры, но тем не менее, ввиду того, что у нас был Python такой динамичный, у нас не всегда так получалось делать. И тем не менее, это все равно дало нам большой прирост к производительности нашего кода. Конечно, мы отлаживали и профилировали код в production. Есть отличная статья Марка Кивац, как профилирует код в BAD. Но помимо этого, что нам не хватало, нам не хватало еще дополнительных метрик в production. Во-первых, это количество Garutin. Это количество можно получить при помощи вызова runtime num-garutin. И то, как используется ваш процессор. систем CPU, юзер CPU, максимальное количество RSS, которое занимает процесс. И текущее количество RSS можно получить из proc file system. Давайте посмотрим, как это можно сделать. Ну, здесь пример для R-usage. Некоторые импорты и обработка ошибок я опустил для того, чтобы код поместился в слайд. Мы, собственно, создаем структуру R-usage. Дальше при помощи syscola заполняем ее. И далее можем обращаться уже к ее полям для того, чтобы получить юзер CPU. Все. Дальше мы эту метрику можем куда-то положить в графит и вывести вот такой красивый график. Это наш график. График из продакшена. Вы видите, что ночью на сервис нагрузка меньше, в дневное время больше. Ну, это связано с тем, что активность пользователей меняется. И также есть некий spike. Он связан с рассылкой пушей в гороскопы. На слайде тоже показан пример, при помощи которого можно сохранить текущее количество памяти. Ну, RSS. Мы получаем PIT процесса. Дальше читаем файл PROC PIT STATUS и регулярно можно достать эту метрику. Эту метрику тоже можно положить в графит. Опять я привел график с нашего продакшен. Это количество RSS от нашего рассылщика. И мы видим spike на этом графике. Такой скачок в 4 утра. Это тоже связано с рассылкой гороскопов. То есть запускается много гарутин. Они все потребляют память. Но самое главное, что график этот возвращается на тот уровень, на котором был. И это очень важно. Скажите, были ли у кого-то проблемы с памятью в Go? Не так много, но все равно есть. И у нас они тоже были. Хочу вам рассказать такой кейс. В общем, у нас были проблемы с потреблением памяти в HTTP 2 библиотеке. Было связано с тем, что мы создавали, открывали коннекты на Apple сервера, их держали и в эти коннекты выполняли HTTP запросы. И почему-то внутри этих коннектов, в общем, в специальные структуры складывались все заголовки. А для того, чтобы отправить push в Apple, в заголовок необходимо было разместить push токен. И это как раз послужило источником проблем с памятью. Память вечно росла. И, в общем, не так было легко эту проблему увидеть в продакшен. Потребовалось профилировать прямо в самом продакшен. На DEV мы не смогли воспроизвести эту проблему, ввиду того, что у нас нет столько push токенов. На слайде я привел пример профиля. Мы в нем видим, что проблема действительно в HTTP 2 Hpack. А сами ссылки на предыдущем слайде, кому интересно, можете там посмотреть. Это коммиты на сам код, который фикчит именно вот эту проблему. Еще один график с продакшен – это то, как выглядят проблемы с RSS. Как правило, у вас есть какой-то график, и он постоянно растет. Растет, вот случается какой-то опять, мы видим на нем скачок, что-то произошло, какая-то рассылка, и память обратно не вернулась. Она не вернулась на тот же уровень и продолжает расти, и до тех пор, пока ее не убьет он киллер, ну, либо вы сами сервис не пристартите. После того, как мы перестартили, ну, пофиксили эту проблему, стало все хорошо. Еще одна фича, которую мы выкатили в продакшен – это нам потребовалось считать подтверждение открытия пушей. Делали это мы при помощи ссылок, которые отправляли внутрь приложения, и оно вызывало, собственно, эту ссылку. У нас очень сильно вырос HTTP трафик. Мы видим, было 150 миллионов запросов, стало 350. Вроде ничего не предвещало беды, но у нас появились HTTP 502 на нашем живом сервере. Мы стали гадать, в чем проблема, то ли в памяти, то ли в сервере, ну, то ли в сети. Все оказалось гораздо проще. У нас закончились source порты в Nginx. То есть, год здесь, как ни странно, оказался ни при чем. Все это пофиксить очень легко. Можно просто в апстриме заставить слушать Nginx больше IP-шников, ну, и сделать proxy pass на этот апстрим. Еще один график из production, это то, как у нас уменьшилось CPU после того, как мы целиком выкатили нашу гошку в production. У нас есть второй кластер в Амстердаме. Там работает такой же сервис, который ссылает нотификации в почту. И в этом кластере мы видим, закончилось CPU на серверах. То есть, видим полочку, больше 80%. После того, как мы обновили наш Python на Go, нагрузка резко снизилась, что, в общем, круто. По сути, мы свой сервис, ну, для его ресурс сэкономили больше 60% железа, что очень круто. Но ввиду закона сохранения энергии, которая ниоткуда не берется и никуда не девается, мы не могли все улучшить, мы должны что-нибудь ухудшить, и мы ухудшили. Мы увеличили время отправки iOS-уведомлений. Это связано, прежде всего, с самим протоколом HTTP2. Раньше в бинарном протоколе не нужно было слушать ответ на каждую нотификацию, а сейчас мы вынуждены это делать. Но пользователям все равно, сколько отправляется его нотификация, 5 или 200 миллисекунд, и мы живем с таким ухудшением. Что хочу сказать. В общем, мы перешли на Go не только из-за того, что там Python плохой, нет, Python хороший, но у нас появились некоторые особенности, которые сами нас заставили перейти на другой инструмент, и мы выбрали Go. Мы перенесли код живого сервиса, мы освободили ресурсы по железу, мы выросли два раза за время этого, за время жизни нашего сервиса на Go. Продолжаем поддержку. Два года, полет нормальный. Спасибо. Вопросы. Тогда давайте следующий доклад. Чуть-чуть. Все понятно? О, нашелся один человек. Здравствуйте. Вопрос в том, сколько человек работает над сервисом, какая команда, и есть ли какие-то задачи в параллель с этой? По поводу задачки, что за вопрос? Ну, то есть проект один у вас в команде на поддержке, или несколько проектов есть, еще параллельно? Да, 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 понял. Да, у нас небольшая команда, в общем, два разработчика, и буквально недавно мы ее расширили до трех разработчиков, вот, в том числе и этот, на поддержку этого сервиса нам потребовались ресурсы. Проект не один, у нас несколько, то есть мы не только занимаемся этим сервисом, но и другими. Спасибо. Спасибо за вопрос. Добрый день, а можно в двух словах о правилах именования пакетов и файлов? Потому что у нас тоже такая проблема, и хотелось бы услышать ваш взгляд вообще на это. Спасибо. Правила на именование, в общем, мы, наверное, больше, ну, то есть есть в самом ГО правила, да, что там типа камел крейса. Как вы именуете пакеты, как вы именуете файлы, потому что это действительно проблема. Мы скорее, как бы, следуем больше рекомендациям по код-ревью. То есть у нас переменная должна отвечать на вопрос what the fuck, а функция должна отвечать на вопрос зачем. Вот, примерно так. И тогда, как бы, код становится более читабельным, ну, и нам от этого легче. Нет, вы сейчас говорите про именование переменных функций, а я говорю именно про проблемы именования пакетов. Пакетов? Да, потому что есть же правило, что, допустим, пакет, он не должен начинаться там с прописной буквы и так далее. Да, да. Ну, надо тогда на конкретные кейсы опускаться, понимаете? Понял. То есть можем в кулуарах пообщаться, например. То есть рассмотреть варианты какие-то там ваши. Понял, спасибо. Добрый день. Я хотел бы задать вопрос про общую архитектуру. Вот вы показывали то, что у вас есть тарантул, но как это все вместе соединяется? То есть каким образом у вас достигается масштабируемость сервиса вашего? И хотелось бы немножко услышать, ну, наверное, про компоненты системы. Вот как у вас это все происходит? Спасибо. Ну, попытаюсь как-то кратко ответить на этот вопрос. То есть, во-первых, я приводил статью в докладе, да, можно прям вот ее посмотреть и после, ну, или в кулуарах прям подробно по этой статье пробежаться, например, да. Вот, а в целом, то есть у нас есть несколько серверов, 8 штук, они все одинаковые. На этих серверах стоят тарантул очереди и там HTTP трафик мы масштабируем через DNS, да, то есть он делится на всех. Вот, сама почта тоже, есть какой-то бинарный трафик, он тоже масштабируется почтой. Нагрузка на тарантулы масштабируется тем, что у нас несколько инстансов тарантула. Вот, и сама база у нас лежит тоже на четырех серверах отдельных, в которых хранятся все пуштокены. У нас шарджинг на клиенте, то есть мы в самом сервисе, да, понимаем, что этот пользователь находится там на этом сервере или на другом. Вот, кроме тарантула в этом сервисе больше нет ничего, только тарантул. Там еще вопрос. Спасибо большое за доклад. Вот вы в конкретном слайде упоминали, что вы не используете глобальные переменные вообще. Просто вот смотрел курс Василия, вот там он в каком-то видео говорил, что глобальные переменные в Go это вполне нормальная практика. Вот, почему вы так на этом застряетесь? Понятно. У глобальных переменных есть несколько проблем. Возможно, их кто-то нечаянно может поменять, и код как бы начнет работать не так, как вы хотели. А также есть большая проблема, когда начинаешь тестировать что-то. То есть тебе необходимо протестировать, а настоящей базы данных нет. И то есть тебе надо как-то там глобальные переменные это подменить, и в общем с тестами становится все плохо, код становится нетестируемым. Поэтому с этой точки зрения поддерживать код такое становится неудобно. Неудобно эту библиотеку твою какую-нибудь, которая использует глобальные переменные, кому-то отдать, например. Потому что тоже появляется зависимость, с ней что-то нужно делать. По этой причине мы отказались от этих переменных. Где-то мы используем контекст. Возможно, это тоже антипаттерн. Ну, возможно, когда-то перейдем на dependency injection. У них тоже есть сложности свои. Ну, посмотрим. Спасибо. Спасибо за лекцию. Расскажите, пожалуйста, что вы используете для рендеринга шаблонов? Есть у вас шаблоны? Пользуете ли вы HTML-темплейт или что-то свое? Понятно. Скорее нет. Вот у нас есть админка, в которой есть HTML-странички. Эта админка у нас осталась на Python. Там просто используем Django, Django-шаблоны. А на Go, сам сервис, у него вообще нет ничего, что связано с HTML-страничками. Вот у нас просто такой проблемы нет. Спасибо за доклад. У вас там на слайде была проблема об утечке памяти. Насколько я помню. С чем это было связано? То есть это garbage collector не успевал или какие-то проблемы с кодом были? И как ее чекали? То есть там Valgrin, ну типа Valgrin какие-то средства есть или все другое? Была проблема в HTTP 2 библиотеке. То есть там накапливались HTTP-заголовки во внутренних структурах. И это и привело к утечке. Просто надо было их там как-то закрыть, зачистить. Что-что? Надо было их как-то… Закрывать? Да. Ну у нас просто очень большая нагрузка. Если мы на каждый push начнем закрывать connect, то как бы ничего не получится. Представляешь, тебе нужно миллион нотификаций в минуту отправиться. То есть миллион закрытий, как бы это плохо. Понятно. А какие средства есть для поиска утечек в Go? Вот средства как раз, то есть можно смотреть на графики, да, про которые я рассказывал. А также есть, например, профайлер Гошный. Вот есть статья Марка Кивац, она тоже есть вот в этой презентации. Можно почитать, там все прям грамотно, подробно написано. Спасибо. Привет. Скажи, пожалуйста, ты говорил, что когда перешли на Go с Python, время для конкретного пользователя увеличилось с 5 миллисекунд до 200. А вот если вы отправляете, к примеру, новостную рассылку и там на миллион пользователей, то время тоже увеличилось для общего вот этого количества? Да, время увеличилось. А сколько? Ну, тут сложно сказать. Наверное, новостную рассылку мы не мерили. Вот, скорее так. Ну, наверное, можно замерить. Да, она тоже увеличится. Ну, есть какие-то лимиты, допустим, то есть вы должны новостную рассылку всем пользователям отправить там за 10 минут? Да, есть. Ну, мы их не превысили точно. Спасибо. Привет, спасибо большое за доклад. Вопрос первый. Почему Tarantul? Tarantul в тот момент, когда мы начинали еще разрабатывать сервис, да, вот это, ну, там, условно, где-то, наверное, даже 5, может, чуть больше лет назад, Tarantul был достаточно неплох в отношении бенчмарков, вот, и мы исследовали другие инструменты, да, пробовали там Redis, пробовали Rabbit, и асинхронно на питоне получалось всех круче работать именно с Tarantul. Плюс какая-то часть проекта нам досталась в наследство, да, то есть очередей тогда на Tarantul не было, но, например, сам Storage был на Tarantul, и мы не хотели просто платить зоопарк, вот у нас будет Redis, Tarantul, еще что-то. Раз уж у нас Storage на Tarantul, то мы и очередь на Tarantul сделали, вот, но в целом, он, ну, как бы, сам по себе Tarantul отличный инструмент. Для наших нагрузок, возможно, это лучшее, что можно придумать. И еще такой вопрос, ты говорил, что вы там, у вас была проблема, как сделать получение пуш-уведомления, вот, это именно прочитывание пользователям пуш-уведомления или факт прихода его на устройство? Когда я рассказывал про кейсы, да, после HTP2, что у iOS появилась возможность скрывать пуш, или что? Ну, возможно, я просто вот именно запомнил, у меня просто была проблема схожая, что вот если взять какой-то WhatsApp, например, да, как мессенджер, там есть именно изменение статуса сообщения, когда оно пользователю доходит, в том числе, если он получил пуш-уведомления, но вот APNS, да, который, в который отправляется пуши, он не дает никакого кулбека, как бы, никакой обратной связи по тому, дошел ли пуш до устройства. Просто если вы решали эту проблему, интересно узнать, как. Да, мы ее решали, мы в сам payload пуша формировали ссылки, ну, то есть ссылка, которую, если ты ее вызовешь, да, то мы у себя где-то вели статистику, что вот, например, подтверждений пушей столько-то, а вторая ссылка, она дергалась, если приложение запустилось по пушу, тебе пришел пуш, да, и ты открыл приложение, это вторая ссылка. Это, можно сказать, такие продуктовые метрики очень важные, и мы их делали руками для всех платформ, и для Google, и для Apple. Там все, да? Все, спасибо за вопросы. У нас еще будет подарок за лучший вопрос. Выбирай вопрос. Так сложно сделать выбор. Ну, давайте за… вопрос был про архитектуру. Давайте. Кто задавал? Спасибо.